добрый день дорогие мои зрители сегодня вы на моем канале меня зовут анастасия и я хотела бы посвятить этот выпуск огурцам и рассаде огурцов дело в том что сейчас а сегодня 15 апреля самое время для того чтобы посеять семена огурцов на рассаду для раннего урожая рассада огурцов должна быть возрастом не более 20-25 дней ну где-то еще 35 дней на всход семени и таким образом к 10 мая вы получите хорошую крепкую рассаду корот которую можно будет высадить в парник либо в теплицу но если вы не планируете выращивать огурцы через рассаду то это можно сделать сухими семенами а поэтому сейчас как раз время озаботиться тем чтобы приобрести хорошие семена мой сегодняшний выпуск будет интересен скорее всего начинающим садоводам и дачникам поскольку я буду говорить наверное известные вещи для тех кто уже давно занимается выращиванием но хочу немножко добавить своих наблюдений из того опыта который у меня набрался в процессе выращивания дело в том что еще шесть лет назад я тоже была начинающим дачником и мне было все в новинку все интересно хотелось всего и сразу естественно получить сразу хорошие результаты вырастить много огурцов чтобы они были красивые товарного вида как в магазине и так далее и естественно с чего начинает начинающий дачник он начинает с того что идет в магазин покупать семена и тут встречает целые стеллажи семян и теряется что брать картинки такие красивые обещают нам столько урожая и темные светлые маленькие большие и длинные и китайские и русские европейские какие только угодно как сориентироваться в этом многообразие семян ну и начинаем скупать все я хочу что как и все растения сейчас в наше время огурцы делятся на сортовые и f1 то есть гибриды гибриды это семена растений которые выведены специально путем того что опыляют растения не с необходимыми качествами и выводят именно то растение которое задумал производитель могу сказать что семена гибридов имеют довольно много преимуществ перед семенами сортов но вы спросите тогда почему же тогда сорта продают и почему их покупают происходит это потому что многие садоводы огородники до сих пор уверены в том что сортовые овощи имеют более богатый вкус но основываясь на своем опыте я бы такого не сказала к ним к очень большим преимуществом гибридов относится то что эти плоды не перерастают в процессе того как они созревают то есть если например производитель заявляет вот на этом вот на этой пачке семян что плоды у вас будут 14 сантиметров то достигая этого размера плод перестает расти это гибрид поэтому вы можете быть уверен что даже если вы дачник выходного дня и приезжаете только по субботам или воскресенье а как известно огурцы имеют свойство расти можно сказать ежедневно то есть собрав урожай утром утром следующего дня или вечером следующего дня вы можете собрать такой же урожай если вы посадите сорта то приезжая на дачу раз в неделю вы будете иметь дымки так скажем но если вас это устраивает то можете конечно сажать и сорта тоже наслаждаясь их вкусом но я хочу сказать что сейчас выведены гибриды овощей которые по своим вкусовым качествам но никак не отличаются и не уступают сортовым овощам но при этом выращивание они намного проще и так кроме того что мы выяснили что огурцы делятся на сорта и гибриды они еще могут делиться на партенокарпические и пчелоопыляемые причем пчелоопыляемые или так скажем отчасти пчелоопыляемыми могут быть как гибриды но сорта они все пчелоопыляемые о том насколько гибрид является партенокарпическим то есть не требующим опыления сказано вот здесь всегда на упаковках вот я приведу фотографии вам и сейчас зачитаю значит вот у меня перед вами огурец обжорка это гибрид f1 раннеспелый и здесь приводит производитель что это стопроцентно партенокарпический огурец то есть он не образует на своем стебельке мужских цветков у вас будут только цветки с небольшими завязями то есть сначала идет завязь потом желтенький цветочек если мы возьмем например вот такой огурец калибри то здесь сказано следующее партенокарпический мелкоплодный супер пучковый корнишон женского или преимущественно женского типа цветения для выращивания в открытом грунте весенних теплицах на балконах и лоджиях что это значит что это значит это значит что вот этот огурец калибри на своем растении будет кроме женских завиде женских цветков с завязями иметь еще и мужские цветы я хочу сказать это уже проверено что если даже гибрид опыляется но имеет мужские цветы то при опылении он дает намного больше плодов то есть больше шансов что вот эти женские цветочки будут оплодотворены садоводов и огородников я рекомендовала бы брать однозначно гибриды почему потому что это растения которые выведены для того чтобы нам облегчить жизнь они меньше подвержены болезням они меньше зависят от погодных услуг для того чтобы вы получили урожай будет наличие пчел то есть пчела должна опылить цветок если вас например случится так что год будет очень дождливым или прохладным как известно пчела в дождливую сырую погоду летает плохо и вероятность того что пчела долетит до вашего растения опылит его и вы получите хороший результат очень маленький а если вы начинающий дачник то получив первый год не очень хороший результат так скажем можно обидеться на этот процесс ну и уже с меньшим удовольствием подходить к этому в дальнейшем поэтому чтобы в первый же год не разочароваться в своих вот в этом процессе выращивания и получения урожая я вам советую возьмите гибриды сначала и начните с них что результат и ваши трудозатраты на партенокорпические огурцы будут намного меньше итак теперь перейдем непосредственно к рассаде в своем ролике про теплицу я уже рассказывала что на семью из четырех человек я сажаю в теплице 6 растений огурца два растения обычно я выращиваю через рассаду вот здесь вы видите у меня рассаду огурчика она уже дает хорошие корешки задает можете задать вопрос почему она у меня такая маленькая получение раннего урожая я рекомендую вам брать растения которые не отличаются мощным габитусом то есть не слишком агрессивные в росте почему потому что растения для раннего урожая мы сажаем самые первые у них будет много света потому что например я сажаю 2 огурца на ранний урожай 4 5 кустов помидоров и 5 перцев 5 кустов перцев на ранний урожай в теплице естественно вся теплица в их распоряжении воздуха много света много и если вы посадите растение агрессивное растение рослое степень ветвления средняя то есть если у вас растением рослое мощное со среднем со средней степенью ветвления то получив вот этот вот простор он заполонит вам очень быстро огурец быстро растущие растения всю теплицу поэтому для раннего урожая я советую вам брать растения которые отличаются слабым ветвлением вот например огурец калибри это идеально я считаю огурец для получения раннего урожая во-первых плоды его маленькие они очень быстро созревают соответственно это растение не заполонит вам всю теплицу оно будет компактно расти на определенной своей территории не разрастаясь боковыми побегами вот поэтому именно вот это вот мое растение она вот так не очень такое большое потому что оно само по себе не отличается агрессивным ростом если бы я сейчас посадила например тот же герман или кураж то листья его уже были бы ты большие он уже начал бы выпускать из пазухов веточки мне этого сейчас не надо мне нужно получить компактное растение которое займет свое место в теплице и будет мне давать урожай то есть выполнять свою функцию и так вот это вот вот этот огурчик у меня таких два они поедут на ранний урожай буквально через семь дней и будут высажены будут высажены в теплицу и там будут продолжать расти вот этот вот это рассада только взошел огурчик вот видно у него только семидольные листочки и для того чтобы нам дальше его выращивать нужно произвести следующие действия я специально сажаю огурчик вот засыпаем всего половину горшочка грунта не весь горшок чтобы потом в любом случае будете ли выращивать его под лампой будете выращивать его без ламп и я выращиваю все без ламп потому что у нас со сплошное солнце и нам приходится мне приходится наоборот закрывать растение от этого солнца чтобы не спалить так вот в любом случае вот этот стебелек он вытянется но это к нам и к лучшему потому что нам наша задача получить как можно больше земляной ком с корнями поэтому что мы сейчас с вами сделаем вот этот я уже подсыпала огурчик и когда я буду его пересаживать то я тоже буду пересаживать его но только в теплую землю если вы сажаете в холодный грунт то старайтесь не заглублять огурчик чтобы он холодным грунтом не касался стебелька я буду сажать в ящики которые я приготовил об этом я тоже оставлю ссылку обязательно как приготовить ящик для того чтобы теплый ящик посадить огурец и либо кабачок так вот вот этот огурчик у меня приготовлен грунт мы берем немножечко вот этот ком поливаем водичкой ком должен быть промочен насквозь но не должно быть болото вот так и когда вода полностью впиталась мы засыпаем влажным грунтом после засыпки влажным грунтом не не надо поливать его это и влаги то есть огурчик пока будет питаться влагой которую вы полили корнями которые у него уже есть оттуда он будет брать влагу а вот здесь вот наша задача чтобы вот на этом стволике образовались корни и вот этой влажности земли грунта вот этого будет вполне достаточно если вы начнете заливать сейчас и поливать его для этого мы полили горшочек чтобы не поливать его ближайшие два-три дня если вы сейчас начнете поливать то вот здесь на этом стебельке начнут образовываться различные гнили нам этого не надо нам нужно чтобы грунт здесь был рыхлый воздухопроницаемый и чуть-чуть влажный вот этой влаги которая есть вот в этом грунте из пакета который мы берем вполне достаточно вот так вот мы засыпали прямо под семидольные листочки немножко прижали сильно слишком не прижимаем обжали стебелечек все вот этот росток огурца мы теперь оставляем дня на 3 даже на 4 ему хватит влаги которая вот здесь вот мы полили он будет и питаться спокойно а на этом стебелечке начнут образовываться маленькие белые бугорочки сначала это происходит так а потом уже он начнет выпускать туда корни вот так сейчас я это же сделаю вот с этим со вторым у меня два получается два у меня вот на совсем ранний урожай два у меня будут высажены через две недели они будут готовы то есть сейчас 7 и сейчас неделя вот этим росткам то же самое хочу сказать что те же процедуры это родственные растения вот это вот рассада кабачка кабачок для раннего урожая я также сажаю кустистый который не дает сильно большие плеть и отростки потому что я его буду пересаживать в сетку в ящик теплицы мне не нужны там заросли поэтому сажаем тоже кабачок наиболее компактный который не дает больших отростков вот так же я сейчас его поливаю кабачок и огурец это родственные растения поливаем вы сразу чувствуете как горшочек становится более тяжелым и вообще учитесь определять необходимость полива по весу горшка не потому что мы видим мокро или не мокро сверху земля потому что это бывает иногда обманчиво корочка подсохнет здесь уже сухо а внутри еще влаги куча и мы все равно начинаем заливать потому что нам кажется что не хватает влаги это неправильно берите горшочек на вес и проверяйте вы почувствуете со временем достаточно влаги или нет именно по весу вот так хорошо полили я чувствую что видите вода не проливается она не должна выходить полностью вы поливаете потихонечку чтобы ком впитывал эту землю впитывал эту влагу если вы полете вот видите вот здесь края да сейчас я полю если полностью она у меня просто из щелей вот так выйдет и ком не наполнится водой мы поливаем именно вот по капелюшечки вот так поливаем ждем пока она впитается и чувствую что земляной ком становится тяжелее но при этом вода не выливается вот немножко начала выливаться значит уже все точно достаточно но она не протекает сюда то есть мы только почувствовали что влага вот сюда дошла это хорошо значит теперь мы берем немножко согнут и заполняем грунтом то же самое также для раннего урожая у меня вот всего два вот таких растения мне вполне достаточно и уже завтра я это показываю со вторым растением это делать не буду потому что уже завтра вывожу кабачки в теплицу я покажу как там буду сажать у нас на следующей неделе уже совершенная теплым на улице будет до 20 градусов поэтому только спасай рассаду от жары об этом я тоже между прочим вам расскажу вот так должна выглядеть ваша рассада вот и кабачка и огурца то есть до семи долей мы заполняем грунтом и вот здесь начнут образовываться корешки это нам и нужно чтобы образовался хороший земляной ком вот так она должна выглядеть это кабачок это огурчик он сейчас насчет тоже то что очень многие гибриды имеют пучковый вид завязи то есть вот например кураж я ему сажаю каждый год герман в этом году хочу попробовать антисипатор тоже посадила уже одно семечко хотя я сажаю всего 68 растений у меня много семян поскольку мне вот всегда хочется попробовать какие-то новые сажая по одному два семечки срок годности семян огурцов очень большой они могут храниться до 10 лет вы просто складываете в холодильник и они хранятся при карме получается что сначала вы сажаете два растения обычно это небольшие растения ну как я сказала без агрессивного роста а вот именно на основной урожай уже сажайте те растения которые имеют хорошее ветвление и тогда вы сможете получить и на боковых пасынках хороший урожай и таким образом когда будет основной урожай для для того чтобы потреблять и для заготовок вы сможете получить именно урожай массово я желаю вам хороших результат пусть мои советы будут вам полезны а если это видео вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и я расскажу вам еще много интересного пока